На часах 13.05 в эфире «Особое мнение» в студии Дариты Пузлиевой и моя гостья, депутат областного ЗАГС собрания, вице-спикер Марина Сазонтова. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый, добрый день. Нас можно слышать на частоте 101.0, онлайн-трансляцию эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте echokirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы вы также можете успеть задать через форму анонсов на нашем сайте echokirova.ru. Марина Сергеевна, мы, наверное, начнем с грядущих выборов, потому что, как показывает практика, очень слушатели интересуют этот вопрос. В прошлой программе ваш коллега Андрей Лучинин заявил о том, что он уже написал заявление, примет участие в партийных праймерис. Вы как к выборам готовитесь, будете принимать участие, готовы продолжить работу в парламенте? Вы знаете, я ни разу не рвалась ни в какие представительные органы власти, то есть на депутатские полномочия. Поэтому это решает партийное поручение, и как сочтут необходимые мои товарищи, соратники, нужно это будет сделать или нет, значит, это будет решение как раз за нашим коллегиальным органом. Но, насколько я знаю, по-моему, где-то в мае-июне этот вопрос будет решаться. Сейчас еще впереди до сентября много, главное успеть еще полномочия своей депутатские сегодняшние выполнить. Так что... Ну, то есть пока никаких разговоров еще не ведется? Во всяком случае, да. Разговоры, они могут вестись к кем-то, предположительно или нет, а решение будет принимать наш обком партии. А сами вот ваше собственное желание, хотелось бы вам продолжить работу? Вы знаете, когда... Есть, возможно, дела какие-то, какие не закончили, не успеют закончить? Вы знаете, если... Ну, во-первых, я же депутат, не самозванец, поэтому, если какие-то дела не доделаны, которые можно доделать, они будут представителями и нашей партии в следующем созыве выполнять, те, кто будет выбран, так. А то, что преемственность, ну, например, я сегодня вот упоминала, когда мы встречались по инвалидам, это еще в предыдущем созыве от нашей фракции, да, поднимала вопрос о том, чтобы у нас не было инвалидов белых и черных. Это те, кто проживает белых, так называемые, да, в списке, кто имел право на льготы по коммунальным услугам, потому что они же проживают в неприватизированном, да. А те, кто приватизировал, их лишили этого права. И вот если не в том созыве, то в этом нам удалось, по крайней мере, хоть добиться какой-то компенсации. Так что преемственность, и пусть люди несколько и другие, или там те же остаются, она должна оставаться, преемственность. Потому что, ну, нельзя так делить, что это вот мое, я теперь не выбран, я и делать не буду. А если вот в том и хорошо, когда ты идешь партийное, что твои же соратники, твои коллеги, они продолжат и это выполнят. А не то, что ты дверью хлопнул, ушел, вот и все. Поэтому я к этому очень спокойно отношусь. И когда говорят, что, ну, ведь вам же нравится, ну, знаете, в глаза вы посмотрите этому человеку. Вот когда удается что-то сделать, это все как-то быстро уходит, это уже сделано, как говорят, подписано с плеч, долой, ну, то есть сделано. А вот то, что не удается, вот как больше того скворченком стучит в висках, и ты не можешь, какое тут может быть удовлетворение? Ведь важно вот сейчас выборы. Каждый будет говорить, ну, кто скажет о себе, что я плохой там и так далее. Сегодня вот, когда вы сказали, что многие слушатели интересуются, вот если бы многие наши, не просто слушатели, а избиратели, поинтересовались о том, как их депутаты голосуют, потому что подарки раздавать это легко, а как эти же самые депутаты, раздававшие подарки, принимали решение, как они голосовали. И когда получается, там, тысячу, там, другую облагодетельствовали, а сотни или десятки тысяч лишили каких-то льгот, наверное, нужно вот об этом слушателям и избирателям интересоваться. Ну, я это просто к чему вопрос этот задала, потому что тоже некоторые ваши коллеги, в том числе Дмитрий Михайлович Русских, заявляли, ну, элементарно об усталости, о том, что вот надоело биться головой об стену, потому что нет вот этого результата, так как все решения принимаются большинством всем известным. И то есть вот есть какой-то такой еще аспект, который может повлиять на ваше желание работать дальше? Вот когда это не твои личные амбиции, то есть я потом буду говорить, что вот это я там добилась, у меня этого никогда не было. Мы всегда говорили нашей фракции, потому что одному там сделать невозможно, очень сложно чего-то достичь. Даже фракцию было отсюда. А вот когда, да, и не одна фракция, то есть находить. И если бы я, ну, как сказать, вот сама за себя, да, там не получается, я отчалась. Я выполняю партийное поручение, я должна отстаивать интересы тех, кто проголосовал за нашу партию. То есть неважно, устали вы, нравится вам, нравится? Это уже тут не спрашивают, потому что кто-то может сказать, что иногда и в 30 люди уже уставшие от жизни порой бывают, и есть там Алферовы и так далее, кто-то вот о возрасте там заговорил. Нужно смотреть по делам, что человек может делать. Иной раз уже в 30 и в 35 он уже такой аморфный, ему уже ничего не нужно. И наоборот, люди, которые с опытом, и у них есть энергия, инициатива, да ради флаком в руки. Поэтому здесь надо всегда смотреть, с какой целью. Если он уже выдвигался, вот посмотреть по результатам, а что он из себя представляет. Когда называется там самовыдвиженцем, ну, это ирония, как это сказать, ну, завуалированная, потому что нельзя быть в нашем обществе, быть свободным, да? Самовыдвиженцем. Безусловно. То есть ты все равно к какой-то коалиции куда-то, так сказать, пристрянешь, и потом, ну, когда у нас вот избирают врача в Новоавиатском районе, там, Единая Россия, да, и тут же лишают и льгот, и человек за это голосует. Так что вот надо избирателям, слушателям, очень важно, чтобы они вот в этом разобрались. Сейчас протоколы выкладываются даже, добились на сайте законодательного собрания. То есть проанализировать работу, в принципе, не сложно. Вот это самое, конечно. И тогда уже не надо никакой агитации. Тут все видно. Немного тогда еще о выборах, как раз о самовыдвиженцах. Вы выступали на встрече с непарламентскими партиями, и там Владимир Яковкин, коллега ваш, сделал предложение, то есть членам непарламентских партий, принять участие в праймере с Единой России, в которых смогут принять участие и самовыдвиженцы в том числе. Но для этого, конечно, им придется покинуть свою партию. Вы как вообще оцениваете такие шансы? Эти заигрывания все они к чему-то приведут? Вы знаете, даже с вами название некоторых партий. Например, что значит такая аббревиатура, как КПСС или коммунисты России, которые, может быть, и впереди пойдут по спискам, и люди, пытаясь не очень, вернее, разобраться, не пытаясь, точнее, до конца разобраться, увидят слово, коммунисты и голосуют. А что такое КПСС? Коммунистическая партия социалистической ориентации. То есть вот это уже разработки политтехнологов, которые сегодня, да, вот, КПСС, значит, да, давайте. То есть вот когда идут подставы под... Я бы выдвигали, когда меняют городскую думу, там, Сазон-то у нас шли где-то из Нововятского района, тысячу, говорят, рублей ей там кинули, да, за то, чтобы фамилии, там, имя повыше было. То есть это партии-подставки. Если они это не осознают, то мы можем об этом открыто... Но называйтесь, как вы хотите. Там была партия Пиво, помните, у нас, да, еще там так далее. А нужно как раз им дают такой брендик, да, который вот завуалирован. Они спокойно и в единую Россию куда угодно пойдут, подобная партия. Поэтому здесь надо разбираться нашим, вот, тавтология, избирателям. Потому что за такой, может, за таким названием вообще скрыться. И для чего такие названия появляются среди новых этих политических партий. Ну, а как считаете, многие откликнутся на это предложение, то, чтобы оставить свое политическое объединение и примкнуть? Вы знаете, думаю, кто-то и пойдет. Почему, объясню. Так как многие, возглавляя подобные партии, они идут даже не из принципа названия, там, или будем каких-то отстаивать, а ради должностного портфеля. Просто, чтобы попасть. Да, а может быть, какой-то шанс. Может быть, заплачено. Может быть, еще. Потому что, вот, я возглавляю некоммерческую организацию. У меня даже муж, вот, когда был жив, он говорил, ну, передай кому-то это ведь все. Да, с удовольствием, да, портфель. Но это юридический статус юридического лица, только потому, что у нас посольства не работают с физическими лицами. И я должна каждый квартал. Все отчеты, нулевые декларации. У нас нет ни штата, ничего. То есть, вот сегодня это, как сказать, занять вот такими движениями, это такая, такие затраты и материальные, и физические, и так далее. Поэтому я не знаю, чтобы люди рвались этим заниматься, да, и вот нести этот крест просто так. Я считаю, да. У нас вот общественная организация, мы еще держимся, но достаточно сложно. Вопрос у нас с сайта поступил. Когда наведут порядок с инвестпроектами в лесу? Забрали все леса, те, кто их не вырабатывает, а нашим предприятиям сдают в субаренду в три дорого. Ни один инвестпроект не заработал. Что делает законодательное собрание для контроля над правительством области и арендаторами лесов, в том числе по реализации инвестпроектов? Павел вопрос задает. Очень хороший вопрос и очень кстати. Во-первых, при правительстве создана комиссия по эффективному лесопользованию. Там рассматриваются как раз, но не столько инвестпроекты, потому что, вот обратите внимание, у нас инвестпроектов и много достаточно, они в разных сферах. Но вот комиссия рабочая группа, которая по эффективному лесопользованию, она в основном рассматривает небольшие фирмы, которые занимаются лесозаготовкой, как они там с арендой рассчитываются и так далее. А вот то, что касается инвестпроектов, это уже курирует не министерство лесного хозяйства, а, предположим, экономическое развитие. Разные сферы. И вот в этом-то отношении я, как депутат освобождённый, вхожу во все эти рабочие группы, чтобы понимать, в чём дело и как это работает. Я в курсе, да, и уже в курсе меня тоже удивляет, когда инвестор, приходящий сюда, да, встречает его с распростёртыми объятиями, не поинтересовавшись, что он уже обанкротил в Коми, он уже обанкротил в Удмуртии подобное предприятие, хорошо на этом, видимо, поимев, да, и мы его здесь встречаем с распростёртыми объятиями. Проходит год, два, три, ничего не выполняется. Выезжая в Кельменский район, и фотографии у меня даже есть, на том месте, где должен там уже чуть ли не в 2012 году стоять фанерный комбинат, развалены бывшие МТС, и, значит, остовые техники, знаете, от каких-то машин и так далее, говорят, сейчас даже их нет, потому что как нужно сторожа заплатить, очередной кусочек сдают металлолом, заплатили. Так вот, у нас нет очень жёсткой системы контроля за этими инвесторами. Во-первых, их история, когда банковские, ведь вот изучают, да, банковскую историю, когда ты хочешь взять кредит, а здесь, я считаю, недостаточный контроль. Поэтому я со своей стороны направила в областную прокуратуру все материалы, которые у меня есть, для того, чтобы разобрались с инвесторами, которые... Ну, это ваша личная инициатива или законодательное собрание? Моя инициатива пока, да, потому что, во-первых, здесь законодательное, у инвесторов... Вообще есть какие-то ручные влияния в этом... Федеральное, ну а как влияние, безусловно. Я считаю, должна быть более жёсткая система, но это по постановлению правительства, кто привлекается, как допускается. Есть федеральные нормативные там акты, да, по которым составляются, кто приходит к инвесторам. Но нам нужно более жёсткое, я говорю, должны у нас быть тоже изучение этой истории, как есть банковская, так и инвест-история. Давайте возьмём всем известный нашумевший сенатор, да, который Терраспорт пришёл сюда. А вам, кстати, тут вот сейчас не хочется воскликнуть, я же говорила. А вот, знаете, поздно говорить. Почему, когда говорила, не только говорила, я призывала их и всех, и там уже Терраспорт, когда этому же сенатору я спрашиваю, покажите хоть один бизнес-план, что вы там собираетесь делать, на какие средства. И он заявлял в открытую, что вы тут вообще мешаетесь, когда сам Дворкович меня сюда, значит, и порекомендовал. Так надо из Дворковича спрашивать, который такие рекомендации даёт и засылает в регионы таких сенаторов. К сожалению, вот сейчас все тихо, так сказать, уходят в лету, как вот инвесторы, которые тоже ждали с распростёртыми объятиями. А было изначально, там же у них и по банкротству, достаточно было в интернет зайти, сколько там было всяких информаций. Ну, информации, да, и в открытом доступе было много. В том-то и дело. Поэтому вот здесь нужно более чистоплотными, вернее, с более чистоплотными инвесторами дело иметь. Если у тебя уж, извините, репутация подмокла, или так ты её сам подмочил себе, ну, наверное, нужно не каждого инвестора сюда так зазывать и кланяться ему в ножки, предоставлять. Тем более лес. У нас, наверное, самое богатство, у нас здесь не золото нет, не уголь, так сказать, да, которого мы в таких масштабах промышленных добывали. Лес – это золото наше, мы действительно об этом говорим. И сегодня его вывозят и увозят кто куда угодно, сдают субаврендаторам, а свои порой не могут получить самое необходимое. А вот по терраспорту ещё законодательное собрание не хочет сейчас как-то с правительством всё равно что-то по этому проекту спросить, потому что так или иначе это был широкоформатный проект, который везде тиражировался. Здесь правильнее будет, наверное, депутатам городской думы, потому что этот инвестпроектор, он проект, будем говорить, пытались реализовать на территории города Кирова. Это будет справедливо. Поэтому депутатам, безусловно, безусловно. Но я не увожу в сторону правительства. Тогда другой спорный вопрос. Как можете оценить итоги программы капитального ремонта по 2015 году? Потому что известно, что далеко, мягко говоря, не все дома удалось отремонтировать, а те, что отремонтировали, качество ремонта оставляет желать лучшего. Вы знаете, с капремонтом я с самого начала говорила о том, что эксперимент, в который кинули всю страну, он обречён, очень сильно обречён на то, чтобы быть в чём-то невыполненном и не сделанном и так далее. К этому надо очень жёстко было и относиться. Но у нас принимают решения на уровне правительства страны в эксперимент кидать сразу всю страну. Вместо того, чтобы провести пилотный проект, аналогичные небольшие городочки, на которых отработать, будет ли этот механизм вообще действовать, как он будет действовать, какие там, знаете, пазлы, дыры, что они не решаются. Что нужно? Безусловно. У нас сначала ухнули колокола, как это говорят, бухнули колокола, не в связи, не заглянув, и у нас получилось на всю страну, и если первоначально у нас было там рекомендации по установлению тарифа на капремонт, сразу возник вопрос, у одних 2 рубля, а у кого-то 15 рублей. Теперь спохватили из Министерства и правительства России, что, пожалуй, нам нужно какой-то единый всё-таки, чтобы не сталкивать. Так даже на этом уровне у них не хватило толку, чтобы это до начала программы всё отработать. То есть сейчас какие-то вопросы, чтобы единый для всей страны сделать? Да, рекомендации. Они сейчас готовят. Вот в Уфе было совещание, где-то в конце декабря, там собирали вот по капремонту, вот такие там уже посылы есть. Понимаете, к капремонту. Вот я с сочувствием отношусь Павлу Валерьевичу, который сейчас вот возглавил, ну уже где-то месяцев пять, наверное, да, этот фонд, он стал заложником между вот сверху то, что там правительство, да, ухнуло, и между тем, что нужно делать вот сам капремонт. Посмотрите ситуация какая. Нужно включить дома в программу. Откуда брать базу? Помните, первоначально направляют на деревню без фамилии даже, да, урицы, потому что данные находятся, персональные данные у одних, у этого нет. То есть даже этот вопрос не был решен. И объясняли людям, законно или незаконно. То есть не объяснили пока к ремонту, что это будет. Кто-то говорит, что это за некоммерческая организация, почему мы ей должны деньги ни с того, ни с сего. То есть вот с той юридической точки зрения была не проработана этих масса вопросов. И смотрите, что получается. Вот я с самого начала сказала, зачем в эту программу загонять ЖСК и ТСЖ, которые нормально работают. Они ведь не сидят и не ждут, когда там какая-то протечка, что-то сломалось и так далее. Они собирают своих, у них уже все отработано. Скинулись, исправили и дальше. У нас более 10 тысяч домов по Кировской области. Вот если убрать даже ЖСК и ТСЖ, это тоже чуть будет поменьше. Правда? Для чего? Оказывается, для того, чтобы контролировать, как они содержат здание. Я говорю, а кто вам мешает его просто контролировать? Вот если они там плохо содержат, ну там штрафуйте, наказывайте, переизбирайте там правление. Да тут самые лучшие контролеры-жильцы будут в этих ЖСК. Потому что если их правление будет плохо работать, то есть, по сути, да. Понимаете? Вот нет, нужно было загнать их в эту программу капремонта, открыть спецсчет. Вот, говорят, Минь заявил в Уфе о том, что к 20-му году там 70, а то и более всех домов, значит, отправят на спецсчета. Я говорю, вот не хочу быть пророком. Дай Бог, если останутся те спецсчета, которые сегодня есть. Объясню, почему. А тут какая газа может быть? Давайте. Вот буквально письмо, вот обращение ко всем депутатам поступило, ну не буду называть фамилию, Зингино, женщине, которой 77-й год, которая попала к домам 12-квартирным во все программы и софинансирование. Они даже газету свою выпускают. То есть человек, которому в ноги поклониться надо, да, у них спецсчет. В доме вот уровень сознания или как работы с жильцами, у них там, по-моему, есть две квартиры, которые куплены, хозяева живут в Кирове и не платят за капремонт. Жильцы скидываются. То есть за эти квартиры? Да. А потом едут, пытаясь получить вот этот дом. То есть вот представляете уровень? Эта женщина чуть не со слезами говорит. Так вот никто не хочет браться, у меня уже ни здоровья, ничего нет. А никто за спецсчет не хочет браться. Почему? Объясню. Мало того, что если вот вы хотите спецсчет открыть, идете к региональному оператору, он откроет вам спецсчет. Но далее все заботы, это будут ваши. То есть вы должны не просто договориться, кто будет вам квитанции, это уже отдельные квитанции, печатать, разносить. Кто будет работать с должниками? А жилинспекция, если не будет пополняться ваша оплата, не будет за капитальный ремонт, будут нарушать и штрафовать, и санкции применять. Тот, кто за спецсчет открыл. Кто открыл спецсчет. Есть желающие. Вот когда люди об этом узнают, они в легком шоке, вместо того, чтобы помогать. И там, например, ТСЖ, у которых был свой счет, там ЖСК, их заставляют открывать спецсчет. Зачем? Вот это тоже непродуманное. Вот если бы это у нас была система капремонта, я говорю, отработанная, это бы все уже поняли, что нужно, что не нужно, сейчас по домам, которые должны исключить из программы, с износом более 70%. А кто даст гарантию, какой износ у вашего дома? Для того, чтобы эту оценку провести, это где-то в пределах 40 тысяч нужно собрать жильцам. Проводят оценку, говорят, да у вас вообще-то 67%. То есть деньги выкинули на ветер. Вместо того, чтобы, да, перед началом этой программы капремонта, например, обязать, чтобы у всех были более данные оперативные по техническому содержанию, да, там техпаспорта, чтобы уже знать, какой и так далее. Нет, мы сейчас все во след бежим-то гоняем. Поэтому сегодня фонд ругать там или претензии, какие-то справедливые, да, но сегодня они заложниками стали. Вот тех, кто объявил об этой программе и между теми, кто сегодня ждет этот капремонт и где нужно этот ремонт сделать качественно. Нормативы сегодня прописаны такие, что, когда мы говорим об энергоэффективности, ведь люди как хотят капремонт, значит, после этого что-то существенное будет улучшение. А им говорят, а у вас вот не хватает там на те материалы, у вас там не хватает первоначально даже в эту методику расчета капремонта, тариф, не были заложены затраты на проектирование и контроль строительный. И сейчас, когда деньги, в общем-то, немалые, там, наверное, около 800 уже миллионов, да, собралось, они вкладывают их, по-моему, под 5%, так вот эти деньги, они, значит, вкладывают как раз, пытаются на то, на что денег не было, на то же проектирование и так далее. Да, и еще, что очень важно, региональному оператору сегодня надо рассчитать, а что лучше, это тоже было не отработано. Или формировать большие лоты, чтобы строители, у которых есть лицензии на все виды капремонта, на инженерный, там, на электро, там, газ и так далее. А строители, говорят, у которых очень большой процент прибыли идет, им неинтересно заниматься этим, не пошли. То есть, вот опять же, если бы это было... Вы говорили о том, что более высокие организации не обладали бы, да, но у них тоже должны гарантии, и в данном случае фонд тоже рискует. А кто вот это? Однодневка, есть у них база или нет? Их запустили, а они угробили, так сказать, эти средства и все, а ремонт как надо не сделали. То есть, вот этих проблем в процессе уже возникает столько, нужно было это на всю страну делать, когда надо было отработать элементарно, как действует механизм. Мы же, прежде чем в производство запустить какое-то новое оборудование или продукцию, ее сначала обкатывают, те же лекарства, да что угодно. Работает, да, тогда давайте будем применять. А у нас ухнули всю страну в эту программу, и мы сейчас, так сказать, по хвостам. Поэтому с капремонтом сегодня, вот когда это выявилось, фонд, как сказать, во след бежит, успевать, успеет или не успеет, потому что проектировщики набирают, много не успевают, их штрафуют, подрядчики берут, выясняется, там не хватает средств и так далее. Поэтому... Как бы они отказались вообще все от работы? Вы знаете, вот пока еще держатся эти люди, я по-разному, разные все идут люди, но я вижу, как они, по крайней мере, с Павлом Валерьевичем вопросы решаем. Вот наш дом сейчас по взаимозачетам, мы среди как первых. То есть, мы вложили плюсом свои средства, нам сделали, да, сейчас должны взаимозачет провести, но уже законченные работы были где-то в июне, в июле прошлого года, а расчет полностью с подрядчиками был в сентябре закончен, ну, в октябре, а мы до сих пор не можем добраться до взаимозачета, потому что очень много нужно документов дополнительных и подтверждающих. Так что я считаю, что с капремонтом, вот очень важный вы еще задели вопрос, опять же, объявленный на федеральном уровне, после того, как у нас с вами утвержден федеральный бюджет, региональный бюджет, да, председатель правительства страны заявляет, что нужно освободить от платы за капитальный ремонт людей старше 80 лет и на 50% старше 70 лет, ну, инвалидов первой и второй группы. А эти деньги, они же были как-то учтены, вот с ними сейчас как? Нет, минуточку, вот я говорю после того, как утверждены все федеральные и региональные бюджеты, где деньги взять? Или у нас очередной этап, как сказать, адресной помощи будет рассматриваться? Вот мы же видели в Сочи, там Краснодар вот показывали выходные, а там для проезда в общественном транспорте выдают, у нас это было год назад, полтора прожиточных минимумов, а там просто прожиточный минимум. То есть у них усечено было еще, значит, на 50% один прожиточный минимум, да? Они же вышли все на улицу. Так у нас, я не знаю, где сейчас еще какой этап поиска, когда уже все, бюджет их, и то не хватает, он дефицитный. И следующее, когда вот в каникулы меня буквально все останавливали, спрашивали, я вот политинформации, как сказать, экономические информации вносила. Во-первых, и очень вот если воспользоваться каналом вашим, да, радио, во-первых, регионам дано право принимать такие решения. Федеральный-то закон только право дает, а если освобождать, то это будет только решать региональный закон. То есть нам еще предстоит этот закон? В том-то и дело. Второе, упускает очень словечко «одиноко проживающие граждане». То есть если у вас там внук или там дочь или кто-то прописанный, вы уже не одиноки. И третий очень важный момент, речь идет не об освобождении, а о компенсации. То есть вы вплатите все 100 и 50%, а вам потом только компенсирует. А вот на основании всего этого вот в этом году какие могут быть в Кировской области угрозы, так сказать, со стороны программы капитального ремонта? То есть с какими трудностями мы можем здесь столкнуться? Я думаю, не дожидаясь вот каких-то своих программ, если порядок необходимости и крайне там тяжелое положение, более ли вышли из электросети, какие-то еще там с лифтом и так далее, нужно тогда уже самим жильцам собираться и решать. Или ты, как Минь говорит, подумаешь, там кредит под 12-13% это практически бесплатно, вот он опустился бы на землю, да? Или вы находите подрядчика, ну, с управляющей компанией, как-то с рассрочкой делаете себе, для себя эти деньги, никуда-то там отдавая, и потом получаете взаимозачет, то есть вот как мы там полтора года вообще не будем платить за капремонт. Ну, то есть ориентироваться уже следует по ситуации? Спасайтесь, да, дело рук, значит, спасение рук. Спасение дело рук самих. А законодательно на уровне области будут какие-то инициативы, возможно, поправки? Безусловно, изменения могут быть в закон, но для того, чтобы внести этот закон, там, знаете, финансовое обоснование, финансово-экономическое, где и за счет чего взять эти средства. Если говорят, что еще из федерального бюджета, возможно, на инвалидов, эти деньги и будут даны, то на всех вот одиноко проживающих, 70-80-летних, это вот сейчас задачка, да, где брать деньги. Мы прерваемся на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Для тех, кто только подключился, напоминаю, в эфире особое мнение в студии Дариты Пузлиевой, моя гостья, вице-спикер областного ЗАГС собрания Марина Сазонтова. Мы от капитального ремонта перейдем, наверное, к теме алкоголя. Минпромторг предлагает отменить запрет на продажу алкоголя на территории спортивных объектов, санаториев, розничных рынков, киосков, а также легализовать продажу через интернет. Как отмечается в докладе, все текущие меры наносят лишь удар по мелкой розничной торговле и увеличивают долю нелегальной продажи алкоголя. Если обоснование такое, почему об этом заговорили только сейчас, как вы вообще относитесь к последним этим послаблениям в антиалкогольном законодательстве? Воскресенье разрешили подольше продавать. То есть вроде бы мы боролись, 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 и тут вдруг такой откат, на мой взгляд, назад. Вы знаете, если бы это было подкреплено документами, то есть цифрами, насколько это эффективно или нет. Мы же все с вами знаем, когда, если закрывается рано, то первое, где ты можешь всегда приобрести, ну, по крайней мере, в прошлые годы, таксисты всегда имели запас, и ты мог приобрести у таксистов. Сейчас интернет-торговля. Понимаете, когда, ну, вот я человек, не могу себя относить к сильно пьющим и так далее, да, но предположим, перед Новым годом, когда, ну, не перед этим Новым годом, предположим, мы собираемся какие-то отметить, едем на природу, давайте бутылку шампанского там поручает, я захожу, и на меня смотрят, а вы знаете, что там нельзя продавать? Вот, да, не знала. То есть это бывает, может, раз там, не знаю, в год, а может, и еще реже, когда с этим сталкиваешься. Но мне не нравятся вот эти шарахания, мне очень такое слово смыкуны, когда то так, то так. Вот эти показывают о том, что нет анализа, а действительно, что предпринять? Почему опыт других стран у нас здесь даже и не затрагивается? А как там? Вот когда мы приехали, помню, в ГДР, и у них по выходным они работали продуктовые магазины, мы говорили, а как же хлеб, молоко? Мы накануне все покупаем, да? Все продумано. Да, у них, это их система. Почему не посмотреть, как по алкоголю? Другое дело, что вот если я просматриваю там про город источник новостей, пишут, что продают там спиртное там или контрафакт и так далее, прямо адреса указывают. Вот здесь должно быть более жесткое наказание к тем, кто и контрафакт, и бог знает там, что продает вот в этих киосках, это никакая не предпринимательская деятельность. Это просто и травля народа, и уход от налогов, и все, что угодно, да, через эти идут. Поэтому, когда мы послабление делаем в одном и никаких мер не предпринимаем для второй стороны, да, что это? Уход от налогообложения или там наказание более жесткое, это проблема, я считаю, до которой основательно не собираются. Вот мелькнула где-то информация в конце прошлого года, что наконец-то хотят принять еще изменения по поводу вот этих, ну как, маленьких, ну да, их даже не знаю, назвать там фунфырики или кто как их там зовет, да. Ведь это, говорят, как сказать, не запрещено, потому что нету, не прописано в законе, что вот именно эту продукцию, она там называется ведь там лосьоны, косметические и так далее. Да, поэтому, но это тянется уже более четверть века, и никто не хочет с этим, значит, кому-то это выгодно. Ну, а вот можно сказать, что вот в свете финансово всех не урядится, то антиалкогольную компанию просто потихоньку сворачивать, потому что алкоголь пополняет бюджет. Бюджет пополняет, я не буду, так сказать, утверждать, возможно, эта причина. Вот это когда идет, давайте вот так, давайте вот, знаете, как, кстати, какие-то варианты. Вот когда мы действуем так вот спонтанно, да, благие намерения, да, а теперь якобы эта дорога в вас, значит, нам нужно теперь в рай дорогу, да. Нет, я считаю, что вот это меры такие разовые, одиночные, должно быть комплексное решение этой проблемы. Точно помните, когда по медвотрезвителям, что надо закрывать это все, ну и к чему пришли? Сейчас нужно открывать. И сегодня все врачи, да, и извините, пациенты, которые оказываются и вынуждены терпеть выходки этих пьяных, которые изгаляются, это даже представляет опасность и вместо, в больнице для всех, и для медработников, и для самих пациентов. Вот это чье было необдуманное решение? Я допускаю, что в медвотрезвителях люди хотя бы, там, возможно, какие-то тоже были нарушения, но сейчас видеокамеры, там, можно все установить, там, и так далее. Но вот эти непродуманные тоже касаются алкоголя. Как жестко, если человек попал в медвотрезвитель, это уже сигнал, значит, у него не все, хотя он может быть и случайный, так сказать, да, но попадание второе, это уже надо на учет ставить и предпринимать. Если раньше у нас были профилактории, я допускаю жесткие, но они были при предприятиях, когда человек зарабатывал в трезвом виде, а зарплату получал, и семья получала эти средства на существование. То есть надо ее было совершенствовать, эту систему, согласна. Не все там, может быть, было так красиво и так далее. Может быть, нужно этим людям и бассейны, может быть, показать, какая может быть жизнь нормальная. Но главное, что им было нужно – работу. А когда сегодня, как создать профилакторию, содержать нам их на деньги налогоплательщиков, они там ничего делать не будут. Вот здесь нужно в комплексе решать эту проблему. А здесь у нас опять вот такое даже не половинчатое, а вообще непонятное решение. Увеличить, продлить и так далее. Кто хочет напиться, он всегда найдет, что выпить и где взять это. Мне хотелось бы вернуться к теме, которую мы обсуждали в прошлом году, введение платы за сбор мусора. Мы должны были ввести ее в этом году, но, насколько я понимаю, отложили, ввиду того, что так и не определились с ценообразованием, транспортировкой, там, где все это. В Кировской области, насколько я знаю, работа ведется в этом направлении. Да, я тоже вхожу в эту группу. Сейчас как вообще, на какой стадии? Ну вот буквально и сегодня говорили, заседание было рабочей группы как раз по социально-экономическому развитию, по стратегии социально-экономического развития нашей области. Проблема в том, что мы опять же тут ждем инвесторов, потому что это организация сбора, вывоза, утилизации. То есть мы хотим не закапывать, чтобы у нас, ну это по всей как бы стране, да, проблема, а раздельный сбор. И, кстати, вот если я не ошибаюсь, 17-го тут в Дворце молодежи проходила очень интересная акция о том, как за сбор молодежи. Ну, молодцы, просто мне попалось, да, молодцы, да. Конечно, когда мы должны научиться и понимать, что все мы заинтересованы, не все закопать в землю, да, чтобы потом раскопки проводили там археологические, да, и посмотрели, какими мы были, извините, образ жизни вели, засоряя планеты. А то, что можно перерабатывать и то, что может приносить прибыль в некоторых странах, вот информация, там даже доплачивают или освобождают от платы тех, кто ведет раздельный сбор мусора. То есть они уже сортировка, часть работы они выполняют. И тот, кто инвестор, забирает это, там, стекло, пакеты, там, пластик и так далее, да, ткани, как раньше были, вот все эти утиль, сырье. То есть это находит вторую жизнь, во что-то вкладывается, и, по крайней мере, на отходы или сжигается, мы не засоряем. Вот для того, чтобы инвестор пришел, значит, проблема большая в том, где поставить эти полигоны, вот межрайонные. А кто-то уже выразил хотя бы желание поработать, но с какими-то вопросами он вышел? У нас, во-первых, по Кировской области уже программа такая была где-то года два назад из Москвы, институт проектный, они это уже сделали, как бы логистику всю построили. Другое дело, что наша область слишком огромная по территории и по дорогам, которые не везде даже соединяют там все районные центры, вернее, с областным, есть проблема. Поэтому несколько, как они показывали, там, 8-9, сейчас, может быть, 5-6, есть инвесторы, которые хотят. Но они хотят и заработать на этом. Поэтому вот идет, во-первых, должны быть полигоны и межрайонные какие-то вот станции, куда будут свозить, и где какая-то первичная сортировка, и как будет дальше, то есть выстраивается логистика, схема. На этом этапе тоже идет проблема, потому что каждый район куда-то бы полигон, но не у нас. Да, тоже такую себе проблему. Где дороже плечо, так сказать, вот этот вывоз, куда? Это нужно, значит, как вот с Молможем мы столкнулись, то ли им в Уржум, то ли еще куда-то вывозить с полигона. И, естественно, инвестор будет закладывать свои цены. А по ценообразованию, то есть это уже в Федеральный центр будет спускать, или в Кировской области тоже рассматривать? Нет, 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 это каждый как очередной инвестпроект. Когда придет инвестор, он должен вложение своей, аппаратуру, вернее, да, машины, так сказать, все оборудование, что он все это будет делать, он, безусловно, должен это окупить для себя и начать зарабатывать на этом, потому что деньги просто так выкидывать никто не захочет. То есть, условно говоря, пока у нас нет инвестора, мы не знаем, во сколько это обойдется. Почему? Инвесторы есть, они пытаются, а тарифы пока это невозможно определить, потому что, как сегодня, вот если это в Костино вывозят, может быть, это один тариф, вывозят там куда-то в другой район из Кирова, предположим, это другие деньги, потому что это транспорт, это расходы, расстояния, которые могут повлиять. Поэтому все будет очень индивидуально. Вот здесь, слава Богу, хватило ума остановиться и дать право регионам, а не то, что все полигоны, как сказали, это теперь в областной проблема, и как обрадовались все муниципалитеты, о, свалки, это теперь все ваше. Понимаете, вопрос не решен. Мы обращались и в Москву, и через Комитет Госдумы по природопользованию, и правительство области остановились, дали возможность, это причем в самом конце прошлого года. Ну, а насколько сейчас вообще может затянуться решение этой проблемы? Ну, во-первых, все будет зависеть от того, как удастся решить вопрос. С нашими районами, муниципалитетами, чтобы все-таки точки, как выстроить схему доставки, куда будет отвозиться, чтобы там поставить оборудование, какие-то промежуточные станции переработки, сортировки. Это просто почему, когда людям все же ждать реальное введение этой строчки? А вы знаете, это может быть гадание на кофейной гуще, потому что вот здесь право должно быть регионом дано. Ну, я надеюсь, что по-хозяйски каждый, в общем-то, заинтересован, чтобы перестать все это закапывать, да? Поэтому довольно активно работают сейчас и комиссии, и правительство области, и вот Министерство по природопользованию, и инвесторы. Вот постучать хочется, лишь бы не сглазить. Должны мы за этот год это все-таки разработать. То есть в этом году оптимистичный прогноз должен уложиться? Сегодня оптимизма не так много, к сожалению. На этом мы заканчиваем. В эфире было особое мнение. В студии работала Дарья Тепузлива и моя гостья Марина Сазонтова, вице-спикер областного законодательного собрания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...